Друзья, всем большой привет! Меня зовут Наталья. Я очень рада вас приветствовать на своем канале о вязании. Сегодня покажу вам два процесса. У меня сейчас в работе съемка двух мастер-классов. По одному мы уже с вами разговаривали, по второму еще я ничего не объявляла, не рассказывала, поэтому сейчас все покажу вам. Я решила потестировать, познакомиться с пряжей Alize Wall Time. Заказывала в Ярн 21. Оставлю вам ссылочку на данный интернет-магазин, также оставлю ссылочку на данную пряжу. Очень интересно было попробовать, поскольку линейка Alize большинство артикулов покалывает. Мне тактильно покалывают. За исключением буквально нескольких артикулов. И решила попробовать вот эту пряжу, эта новиночка. Очень она мне понравилась. Сейчас все вам расскажу. В 100 граммах 200 метров. Это такая толстенькая ниточка. Номер цвета у меня 274. Очень красивый цвет. 75% шерсть. 25% полиамид. Состав как у носочной пряжи. Я брала на носочки два моточка себе вязать носки. Но решила другое изделие связать. Сейчас его вам покажу. Сначала свое мнение расскажу. Пряжа мне, как уже сказала, очень понравилась. Во-первых, она абсолютно не колючая. Она мягенькая, она тактильно приятная. Многие вяжут из Alize не только носки. Там разные изделия. Пряжа бюджетная. Вяжут и джемпера, и шапки, и все, что угодно. В принципе, я думаю, что с этой пряжи можно вязать абсолютно все. Очень классная пряжа. Повторюсь, мягкая. На мой взгляд, она абсолютно не колючая. Комфортно с нее вязать. Хорошая скруточка идет. И по метражу мне тоже она вполне понравилась. Можно какие-то джемпера спокойно с нее связать. Те же шапки. Присмотритесь. Пряжа действительно достойная. В Ярн 21 большой выбор оттенков. А сейчас уже самое время начать готовиться к предстоящему сезону. Я тоже уже присматриваю разные артикулы, разные новиночки. И вот эту пряжу я, в принципе, вам рекомендую. Я вместо носочков решила связать себе следочки. У нас после аномальной жары пришел холод. И уже довольно долго длится. И ночи холодные, и днем прохладно. Мне нужны были следочки. Связала вот такую модельку. На подобие укороченных носочков. Очень классно сидят по ноге. Не сползают. Комфортные. Вязала на двух спицах. Здесь идет уплотненная пяточка. И вот такой узор поверху я пустила. Носочек закрывала иголочкой. Снимаю для вас подробный мастер-класс. Возможно, кто-то захочет со мной связать такие следочки. Решила немножечко их обыграть. Разбавить светлым оттеночком резинку. Это у меня остатки были Alize Real 40. Мне кажется, так повеселее. Не такие скучные они получились. Вот такие следочки на 38 размер. Вязала вполне хватит одного моточка. Еще и останется. Расход очень хороший. Начала, как уже сказала, снимать для вас подробный мастер-класс. И в ближайшее время, я думаю, что он выйдет на канале. Ну, вот такая первая работа. У меня наполовину, можно сказать, готова. Следочки вяжутся очень быстро. Простая модель. Ничего здесь сложного абсолютно нет. Подробно все в мастер-классе покажу. И я думаю, что справится даже начинающая вязальщица. Вторая работа, которой я приступила. Недавно на канале вышло видео описание жилетки для сыночка. И я вам говорила, что буду вязать вторую для дочи. У меня двойняшки идут в первый класс. Для сыночка я уже связала жилетку. Вязала из пряжи Valencia от Siam. Для тех, кто умеет вязать по видеоописаниям, я выпустила такое видеоописание на канале. Ссылочку обязательно оставлю. И сейчас вы в фотографии увидите, как жилеточка смотрится на сыне. Точно такую же вяжу для дочи, только чуть меньше размером. На этот раз я взяла пряжу Alana Gata от Super Soft. Пряжу также заказывала в Yarn 21. Ссылочка на пряжу будет. Номер цвета сейчас показываю на экране. И характеристики по метражу в 50 граммах 125 метров. Это тот же метраж, как в Valencia от Siam. 100% Merino Extra Fine. Очень классная пряжа. Я думаю, что вы наслышаны о ней. Очень мягкая, комфортная и абсолютно не колючая. Для деток просто великолепная. Начала снимать подробный мастер-класс. То есть от расчетов и полностью все показываю. Вот столько сейчас пока у меня провязалось. Буду теперь вязать вверх до пройм. И там дальше потом буду тоже все снимать, показывать. Здесь идет у меня тот же узор, что и по жилетке у сыночка. Вот так все аккуратно получается. Хотелось не перегружать жилетки, чтобы были базовые, такие школьные и оттенки взяла. У сыночка светло-серая, дочи молочный цвет. И единственное, вот по передней части пустила вот такой узорчик, как бы немножечко украсила. Вяжу на тех же спицах. Резинка у меня получается со скрещенной лицевой на 2,5 спицах. Основное полотно вяжу на троечке. И вот на тройке мне очень нравится, что Valencia я вязала на тройке. Мне полотно сильно понравилось. И Lana Gata сейчас так же все здорово получается. И узор ярко выражен. Все хорошо, прям очень меня сильно все устраивает на 100%. Но вот на такой стадии сейчас у меня получается вязание. Не знаю, сколько по времени девочки займет у меня съемка мастер-класса. Знаю, что многие ждут именно подробный мастер-класс. Я стараюсь как можно быстрее все это снимать. Но сами понимаете, лето, дачные дела, очень много дел. И подготовка к школе, а еще бы пару рук. И добавить часов в сутках, чтобы все побыстрее хотя бы продвигалось. Абсолютно ни на что не хватает летом времени. Меня как-то спрашивали, Наталья, как вы все успеваете. Ну, как-то вот зимой попроще. Да, зимой и побольше вяжу, больше снимаю. Летом, девочки, я ничего, можно сказать, не успеваю. И домашние дела нужно делать. И дети сейчас на каникулах дома. Ну, в общем, все как у многих. Так, еще хочу сказать информацию вам, возможно, важную для кого-то. Я открыла свой канал на Рутубе. А поскольку YouTube такая платформа, неизвестно, будет, не будет он функционировать дальше. Сейчас опять для нас, для блогеров, там много запретов они сделали. Я, конечно, здесь остаюсь, никуда не ухожу. Но, на всякий случай, открыла еще на Рутубе канал. Поэтому, если вдруг что-то с YouTube, я буду на Дзене и на Рутубе. Рекомендую пройти, подписаться. Те, кто постоянно со мной вместе вяжут, смотрят мои видео. Ссылочки оставлю внизу в инфобоксе. Я сейчас там начала загружать некоторые видео потихоньку. Из старых моих мастер-классов, из прошлых, да. Возможно, тоже кому-то эти мастер-классы сейчас пригодятся. Поэтому проходите, подписывайтесь. На всякий случай, вдруг, вот что-то с YouTube, чтобы вы знали, где меня найти. Ну, вот такие на сегодняшний день у меня продвижения. Показала вам, чем занималась, что вязала. Потихоньку процессы движутся. Мастер-классы будут, конечно же, выходить. На этом я буду заканчивать. Всем большое спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал. Подписывайтесь на дополнительные соцсети. Еще раз повторяю, ссылочки будут все внизу в инфобоксе под видео. Огромное спасибо всем за просмотр. И до новых встреч. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok